тема данного урока вырезание предмета с фотографии в программе adobe photoshop я покажу четыре способа и перед вами первая фотография самый простой способ выделить предмет на белом фоне для этого нужно задний план преобразовать слой я два раза щелкну щелкаю по слою и преобразую его два раза щелкаю и нажимаю да теперь выбираю инструмент волшебная палочка ставлю маленькую чувствительность нажимаю на белый фон у меня он практически весь выделился остался кусок снизу точно также нажимаю и выделяю нажимаю клавишу delete и фон удаляется это с 1 самый простой способ когда когда предмет находится на белом фоне очень быстро и просто следующий следующим способом из инструментов лассо можно можно выбрать магнитное лассо когда фон не белый а какой-то более более неровный этим инструментом я нажимаю один раз и начинаю вести линию по контуру предмета таким образом программа сама видит как проводить линию и как вырезать вот в данном случае линия пошла немного не туда нажимаю клавишу backspace и веду ее так как она должна идти вот просто достаточно вести линию по контуру и следить за тем чтобы она правильно ложилась вот таким образом и замыкаю контур все выделение появилось только для того чтобы ударить фон нужно его инвертировать для этого нажимаю выделение инверсия и нажимаю клавишу удалить фон удаляется следующий способ это быстрая маска вот допустим такая фотография когда предмет находится на таком таком сложном фоне когда волшебная палочка и другие инструменты могут не сработать для этого можно использовать инструмент быстрая маска я выбираю столь над кисть черный цвет черный цвет заливки белый цвет фона и нажимаю кнопку быстрая маска и теперь постепенно закрашиваю чуть-чуть пожестче края сделаю и закрашиваю тот предмет который должен быть выделен если линия пошла не туда или где-то скосилась то это можно поправить я далее покажу как это сделать то есть если кисть вылезла за пределы области предмета то это можно исправить там где нужно точнее отрисовать можно брать есть помельче вот таким образом по краю предмета по краю футболиста вести линию тонируя его таким красным цветом там где требуется большая точность мелкая кисть где большие площади нужно закрасить более толстая кисть допустим пальца кисть потоньше и остался остался мяч и остался мяч теперь исправлю исправлю то место где кисть немножко вылезла для этого инвертирую выделение сделаю белую кисть на черном фоне и проведу по тем местам где она вылезла снимая снимая красное выделение все теперь отжимаю кнопку быстрая маска и у меня выделился фон нажимаю клавишу delete и фон удаляется перед этим нужно его преобразовать слой и удаляю фон следующий способ выделения или удаление фона это просто стереть его кисточкой для этого нужно преобразовать слой двойной щелчок по заднему плану и выбираю инструмент терка и постепенно стираю фон удаляю лишнее так есть и 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 убрать ненужные детали. Способ похожий на выделение быстрой маской, но здесь немножко не так, то есть я удаляю, вытираю фон. В таких местах можно взять кисть побольше и удалить ненужную. Вот таким образом. И последний, четвертый способ – это выделение таких сложных предметов, как, например, волосы. Здесь не подойдет инструмент обычное лассо или вытирание фона. Кисточкой проработать такие мелкие детали довольно сложно и практически невозможно. Я дублирую слой и перевожу его в черно-белый режим. Для этого выбираю «Изображение», «Коррекция», «Обесцветить». «Коррекция». И теперь отделяю фон от волос, для этого выбираю инструмент «Уровни» и пытаюсь высветлить фон и затемнить волосы так, чтобы появился контраст черного и белого между волосами фоном, как можно больший контраст. То есть, чтобы фон был по возможности абсолютно белый, а волосы были максимально темные, чтобы сформировать такой порог. «Коррекция». Теперь нажимаю «Да». Беру кисть черного цвета и закрашу то, что будет внутри предмета. «Коррекция». То есть, должно выделиться весь силуэт девушки. Также блики на локонах я стираю для того, чтобы не было дырок выделения. Вот получился такой силуэт, довольно жесткий порог. Потом я беру инструмент выделения, цветовой диапазон и здесь вот выбираю «Чувствительность», нажимаю «Да» и получаю выделение. Немножко сглажу край. Для этого я нажму «Shift F6» или нажму правой кнопкой клавиши «Растушевка» и назначу два пикселя более мягкие, более мягкое выделение. Уберу видимость слоя, который я сделал и инвертирую выделение. Инвертирую выделение на фон, преобразую в задний план слой и удалю этот слой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok